Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 мая, Великий Пяток, воспоминания святых, спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Православная Церковь совершает память преподобного Анастасия Игумена Синайской горы. Преподобный Анастасий Игумен Синайской горы родился в конце VI века. В юности он получил прекрасное светское образование, которое завершил изучением богословия. В слове «На неделю о Фоме» преподобный Анастасий писал, «Видевшие Христа во плоти считали Его за пророка. А мы, хотя и не видели Его телесными очами, но еще от малых ногтей, еще тогда, когда были малыми детьми и отроками, познали в Нем Бога, научились исповедовать Его, Владыкою Вселенной, Творцом веков, сиянием славы Отче». Святое же Евангелие Его слушаем с такой верой, как бы видим самого Христа. Когда же видим на иконе изображение только божественного подобия Его, как самого Его, презирающего на нас с неба, чтим, поклоняемся и припады. Уже в юности преподобный Анастасий принял монашество, а затем отправился в Иерусалим и поселился на Синайской горе. В то время игуменом Синайской горы был преподобный Иоанн Лествичник, а затем его брат Георгий. После святого Георгия игуменом стал преподобный Анастасий, отчего ему усвоили именование Синаит. Преподобный Анастасий положил много трудов в борьбе с ересью окефалов, противящихся решениям Четвертого Вселенского Халкидонского собора, который определил догмат о соединении в едином лице Господа Иисуса Христа двух естеств – божеского и человеческого. Распространяя православную веру, преподобный Анастасий Синаит побывал в Египте, Аравии, Сирии. Для борьбы с монофизитами он оставил своим ученикам письменное руководство в форме ответов на вопросы под названием «Путеводитель» из 24 глав. Преподобный Анастасий вел беседы и с евреями, которые также записал. Дошли до нас и его сочинения, изъяснения шестоднева, 12 книг, слова, поучения, жития некоторых подвижников и толкования на многие места священного писания. Преподобный Анастасий Синаит скончался в глубокой старости около 695 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Александра Ашивенского игумена, мученика-младенца Гавриила Белостокского, святителей Григория и Анастасия I Синаита, патриархов антиохийских, святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского, святителя Феодосия Ганецкого, исповедника, епископа Коломенского, совершается празднование иконей Божьей Матери Кипрская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok